Это лица близких, известных мне и дорогих многие. Я сюда присутствую журналистов тоже, которых я, может, даже не знаю всех, людей. И замечательный зал, и небольшой зал, небольшая зрительская аудитория, и такая же небольшая группа. Небольшая, но очень проверенная, очень надежная. По сути дела, я не хочу ничего сказать плохого про тех, кого тут нет, там тоже остались очень достойные люди. Но здесь, в общем-то, такие самые проверенные, самые надежные и самые любимые, что очень важно. Дмитрий Николаевич Коралис, автор сценария, человек, который, в общем-то, стоял у истоков этого проекта, потому что я узнал вообще об этой истории, об этих событиях великих и трагических, и великих, и грандиозных одновременно. Прочитав небольшую статью в журнале «Меценат», и там была подпись, такая запоминающаяся Дмитрия Коралис. Прочитал я об этом 10 лет назад. И прошло несколько лет, года 3-4, я обратился к Дмитрию Николаевичу, и вот мы вместе написали сценарий. Дмитрий Николаевич Коралис, соавтор сценария. Светлана Смирнова, исполнительница одной из главных ролей. Не могу забыть, когда мы со сведением знакомились в гостинице, в холле гостиницы «Азимут», это было в 2015 году, у нас оставалось буквально неделю, может быть, две досъемок, а у меня еще не было одной из главных героинь, потому что была отвержена некая другая актриса, но там у меня по графике не получалось, и я, в общем-то, огнялась перед выбором, перед проблемой найти срочно замену. И вот Светлана рассказывала мне про свою родственницу, про двоюродную бабушку, по-моему, да, блокадницу. Рассказ был действительно очень убедительный, скажем так. А потом, когда она прочитала стихи, которую вы сегодня услышите в фильме Ольги Бергольц, это меня просто окончательно победило и даже добило. И вот Светлана исполнилась с одной из главных ролей. Вишенка, так она называется, или Соня Вишневская. Алина Полякова. Алина Полякова, у нее небольшая роль, это эпизод, но эпизод очень самопытный, очень своеобразный. Алина Полякова играет очень нормальную такую лейтенантку, полеметчицу. И играет очень, очень самотверженно. Самотверженно и, на мой взгляд, убедительно. Алина, как и Светлана, Ленинградка или Санкт-Петербурженко. Аплодисменты. Таня Чешкулина, у нее очень маленькая роль. То есть, получается, понисходящий сидит. У Светлана большая, у Тани еще меньше. Но вы видите, дело не в том, какая роль, а дело в том, для меня лично, очень важное отношение актрисы к тому, что она делает. Отношение было самое отзывчивое и с полной самоотдачей. То есть, это вот все те люди, которых я сейчас перечисляю, это настоящие люди своей профессии. Это настоящие, как, ну, может быть, громко сказанные, конечно. Но у меня есть любимый такой цикл у Платонова, у Андрея Платонова, есть такое произведение, цикл такой «Вардите соотечества». Вот, может быть, громко сказано, но вот эти люди, которые действительно, по-настоящему относятся вот к своей профессии и к тому, что они делают, и к тому, о чем они делают то, что они делают. Две девушки, которые за Татьяной, это, господи, я говорю, начал волноваться, кажется, Лала Рустамова, простите. Лала Рустамова и Виктория Лещенко, черт возьми. Это волнение. Действительно волнение, поскольку это сотрудники студии просто, их никак не нужно забыть. Вот я с ним работаю уже несколько лет, а с Викторией лет семь, по-моему. Это просто две такие, все у нас в стране держится вообще на женских плечах. В нашей картине уж точно, вы видите это. И вот две очаровательные, молодые, профессиональные, очень самоотверженные и профессиональные, повторяюсь, девушки, которые являются исполнительными продюсерами картины. Они и деньги считали, и организацией занимались, и продвижением картины, рекламой. В общем, всем, 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 что свойственно для нормальных русских женщин. Всем они занимаются. Александр Роблосов более известен всем, как главный герой сериала «Мажор». Поэтому я просто могу замолчать на этом, поскольку «Мажор» очень популярный сериал. Ну, а наша картина, надеюсь, как-то добавит немножко, ему там чуть-чуть веса. Но «Мажор» не приплюнет, скорее всего. Ну, Александр Роблосов, знаете, когда он пришел ко мне на студию, и была такая встреча, знакомство, он и еще два героя нашей картины. Я же за Сашей наблюдал, так он пришел даже одет чуть-чуть, так, в каком-то таком цветахаке, такой рубашке. Ну, вот, и был в образе. Был в образе. Я так давил косяка на него, так, иногда, разговаривая с другими, и понимал, что Саша просто уже играет. Саша уже в картине. И все, и это меня убедило. Ну, а к тому же он снимался до этого в одной картине, где я был продюсером. И дело это невероятно убедительно. И что самое интересное, Саша, я сравниваю эту картину с другими картинами, и моих, и моей студии, и других студий. Ему удается даже, не меняя внешность, не меняя внешность, менять возраст. Где-то ему 30 лет, где-то ему, вот, как здесь, он там, не знаю сколько, 40-50, он такой мужичок. Вот, удивительный актер, который умеет переплачаться. Саша, говорю, абсолютно искренне, не до красного словца. Это просто дар актерский божий. Мне сказали, что мне 15 минут, у нас 15 минут. Я не буду злоупотреблять вашим временем. И вообще, я считаю, что о картине лучше не рассказывать, а лучше показывать. Я всего лишь представил группу, которая здесь. Я про картины говорить ничего не буду. Надеюсь, что вы потом сами будете о ней говорить. Не только нам, и вы строите некое, то, что называется, сарафан, посмотрев картины. Нам очень важно, чтобы картина собрала как можно больше зрителей, поскольку картина делалась... Не могу не вздохнуть, тяжело. Но многие из вас наверняка следят за тем, что происходит у нас. Как снимается картина, на какие средства, на какие деньги, на какие бюджеты. Вот наша картина снималась в основном на собственные средства, на средства, собранные от людей или заемные средства. У нас очень мало бюджетных денег. Очень мало. Я сейчас не плачусь и не жалуюсь. Я просто рассказываю, как есть. Чтобы вы понимали просто, что вы увидите. Картина снята во многом очень на женских плечах, на плечах энтузиастов, которых тут нет. Благодаря пожертвованиям, благодаря бескорыстным участиям людей в съемках. Вот вы видите мост, строился, который у нас под Новгородом. Там все люди приходили сниматься бесплатно. Просто за интерес. И потом писали счастливые отзывы в соцсетях. Грязные, после взрывов, грязь, холод. Там просто ужас, что творилось. Они были счастливы. Потому что они прикосновились, они были счастливы в картине. Которая казалась им настоящей. Он тоже, наверное, казалась, надеюсь. И он тоже им такой покажется. И вот теперь нам очень важно, чтобы эта картина дошла до зрителей. Чтобы от вас, хотя были и другие просмотры у нас до этого, такие предпримерные. Но тем не менее, чтобы 8 мая, когда картина выйдет в прокат, чтобы она действительно была не прошла, не замечена. Ну, не то, что не заметить, чтобы она имела хороший прокат, чтобы она имела большое количество зрителей. Чтобы она получила свое заслуженное. Теперь я, наверное, предоставлю слово. Кому мне это захочет сказать, кто-то захочет сказать. Хотите, Дмитрий Николаевич? Саша, давай. Здрасте. Мы заговорили о коммерции просто. Я думаю, что многие... Все, кто снимались в этой картине, просто такое выражение нашего, не знаю, слова такие, что фильм «Память», фильм «Благодарность». И хочется сказать спасибо огромное. Большая часть для нас. Первый раз мы будем смотреть здесь, где мы снимались. И спасибо вам. Спасибо ленинградцам. И спасибо всем героям, людям войны за возможность стоять на этой сцене. Спасибо. Я забыл сказать, здесь есть в зале несколько человек, которые принимали участие в картине, но они не вышли на сцену. В силу скромности, в силу... Ну, не знаю, там... Просто в силу скромности, наверное. Это... Боров Виталий Николаевич. Николай Витальевич, простите. Борг Николаевич. Голос, который вы услышите в этой картине. Это Дамир... Дамир Наилич, да, правильно? Полковник Дамир. Где мы снимали? Дамир, где? Вот Дамир. Я... Дамир, не помню фамилии. Мы всем Дамир, Дамир. Ну, по-свойски, по-дружески, по-братски даже не сказал. Вот. Снимали в этой войской части под Лугой, где нам просто открыли все. Открыли все. И никто так не относился к нам, к нашей съемке, к нашей картине, вот как командир части, где мы снимали. Дамир. Полковник. Ну, вообще, я очень благодарен всем тем, я, в принципе, благодарен всем Ленинградсам, которые помогали картине, их очень много в городе, здесь их мало, но их очень много. Это и железнодорожники, это и люди, которые давали решение, те, которые просто снимались у нас. Спасибо большое городу Ленинграду, я так называю городу Санкт-Петербургу, который выдержал в свое время. Эту блокаду невероятную. В общем-то, не было бы, вот этого чуда, не было бы картины, по сути дела. Наверное, все. Приятного просмотра. Спасибо.